У меня для вас хорошая новость. Самая модная обувь весны-лето 2018 – это обувь на платформе, в том числе и кроссовки с массивной подошвой. То есть сейчас можно месить все это болото под ногами уверенно и без зазрения совести. А все началось с кроссовок Balenciaga Triple S, которые продолжают раскупать модники мира, хоть и стоят они 850 долларов за пару. Если вы устали от минимализма, а свою любимую пару Stens Smith уже давно износили, или вы просто ностальгируете по 90-м, тогда предлагаю посмотреть вот эту подборочку массивных кроссовок, которую я сделала специально для вас. Ладно, спускаемся на землю. Не обязательно платить 1000 долларов за пару модных кроссовок, можно найти и подешевле, как вы часто пишите в комментариях. Учитывая то, как быстро меняются тренды, можно вполне обойтись кроссовками от H&M. По цене, кстати, хорошая пицца. Каких-то 20 долларов и кроссовки уже ваши. Ну а если вы не просто модник, а настоящий трендсеттер, тогда не забудьте к паре этих массивных кроссовок и захватить еще и веселенькие носочки. Например, как это делает Белла Хадид. Меня зовут Ириска, и вы смотрите Ириска Fashion Lab, где я сравниваю оригиналы подделку известных брендов, для того, чтобы вы, друзья, не попадались на крючок недобросовестных продавцов. И сегодня я расскажу, как отличить подделку кроссовок Fila Disruptor. И начнем с краткой справки о компании. За логотипом бренда Fila скрывается столетняя история со взлетами и падениями, триумфами и поражениями. Название бренда – это фамилия двух братьев, которые в начале 20 века открыли ткацкую фабрику на севере Италии, в городе Биелло. В отличие от двух братьев-немцев Адольфа и Рудольфа Дасслеров, создателей брендов Adidas и Puma, братья Fila жили в согласии и гармонии, что для итальянского страстного нрава – редкость. Но, похоже, братья руководствовались пословицей «деньги любят тишину». А, да, и начинали братья совсем не с кроссовок, а с нижнего белья, потом добрались и до спортивной одежды, и до обуви. Удачным маркетинговым ходом стало заключение контракта с известным теннисистом Бёрном Боргом, который затем становится 11-кратным чемпионом турниров «Большого шлема». Все свои победы Борг одерживает в одежде Fila, что приносит бренду мировую известность и популярность. В дальнейшем компания еще не раз использует этот способ рекламы, заключая контракты с известными спортсменами. Сейчас Fila считается южнокорейским брендом. Но как до этого дошло? Где Италия, а где Южная Корея? А все дело в том, что в начале 90-х, расширяя географию бренда, так сложилось, что самый большой рынок после США находился в Корее. Именно там продукцию бренда массово полюбили. По объемам продаж итальянский рынок остался на третьем месте. В январе 2007 года южнокорейский филиал фирмы Fila приобрел права на бренд и все дочерние компании. Так фирма Fila стала одним из крупнейших производителей спортивной одежды, обуви и аксессуаров на территории Южной Кореи. Ну а теперь, друзья, предлагаю перейти к детальному сравнению оригинала и подделки кроссовок бренда Fila. Понятное дело, что лучше всего покупать обувь в официальных фирменных магазинах. И именно этим вопросом совсем не задаваться. Но как только вы обращаетесь за поиском в интернет, будьте на чеку. Это коробка от оригинала. На ней обязательно будет информационная наклейка с основными данными о кроссовках, артикулом модели, ее названием и, собственно, размером. Упаковочная бумага также должна быть. А вот как выглядит коробка от подделки. Что сразу бросается в глаза, так это отсутствие информационного стикера. Первый тревожный знак. А вот бумага упаковочная есть. Внешне эти кроссовки нельзя ни с чем перепутать. Они ломают шаблон повседневных кроссовок и не зря носят соответствующее название Disruptor, что дословно переводится как подрывное устройство. Кому-то нравится такой дизайн, кто-то называет их уродцами, а вот равнодушных точно нет. Как видно, внешние кроссовки очень похожи, но это так кажется только на первый взгляд. Еще один признак того, что эти кроссовки ни с чем не перепутать, так это количество нанесенных логотипов. Давайте посмотрим, где они нанесены и заодно сравним их к качествам. Фирменная обувь любого уважающего себя бренда делается аккуратно. Ведь бренду важна ваша лояльность, чтобы среди остальных других вы выбирали его снова и снова. Давайте сравним качество пошива оригинала и подделки кроссовок Fila Disruptor. Смотрите, в оригинале все строчки ровные, а стежки одинакового размера. А вот в фейке размер стежков изменчив, как настроение девушек по весне. Давайте вот так вот поставим оригинальный кроссовок и подделку. И посмотрим на задник, а именно на линию строчки. Так вот в оригинале эта строчка ровная, а в подделке не совсем. В оригинальной паре контроль качества все предостерег, а вот в фейковой паре отчетливо видны следы клея. Следующую характеристику я часто встречаю в фейковых кроссовках различных брендов, а именно зеленоватый оттенок кромки использованных материалов. Что я имею в виду? Смотрите. В оригинале все выглядит белоснежным. Раз уж мы заговорили о блоке шнуровки, важно отметить, что в оригинале есть рефлектив. В этой модели перфорирован носок и внутренняя сторона. При этом отверстия в оригинале мелкие, а в фейке на порядок крупнее. Подошва в этой модели упругая, но мягкая. В фейке, кстати, тоже. Внешне подошва в оригинале и подделке идентична. Как сбоку, так и по протектору. Обратите внимание, что все логотипы также на месте. Когда сравниваешь внешний вид оригинала и подделки, в глаза сразу бросается разница в текстуре ткани для внутренней отделки. Похоже, что фейковые филы производятся на фабрике, где отшиваются махровые халаты. Махровые халаты Gucci. Теперь давайте оценим качество внутренней отделки. Внешне фейк никаких особых подозрений не вызывает, кроме упомянутой ткани. Заглядывая вовнутрь, еще обратите внимание на вшивное лого с QR-кодом на обороте. Отсканировать его мне не удалось, слишком он мелкий, но его наличие обязательно. В копии внутри того же правого кроссовка есть аналогичный опознавательный знак. Конечно же, информационные наклейки на язычке обуви – это своего рода must-have, и бренд Fila его также придерживается. На информационной наклейке указывается артикул модели. Его вы можете проверить в Google на соответствие. Этот же артикул указан на информационной наклейке на коробке. В оригинальной паре данные информационной наклейки на правом и левом кроссовке совпадают, кроме пяти последних символов. А вот в фейке все данные идентичны. Оригинал мне обошелся в 95 долларов, и найти его, как оказалось, не так уж легко. Ссылку на интернет-магазин я даю в описании к этому видео. А вот подделкой магазины буквально кишат, и стоят они не 20, а 60 долларов. А в моем случае это всего лишь на 35 долларов дешевле оригинала. Стоит ли ваш комфорт этой разницы – решать вам. Ну и напоследок у меня к вам, друзья, есть вопросы. Я планирую менять вот этот вот задник у меня за спиной. Поделитесь своими идеями, что бы вы хотели там увидеть, или, возможно, уже что-то видите. Ну и не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, кто еще не подписался. Ну, а я желаю вам хорошего настроения и приятных людей вокруг. Пока!